эльфы ауса приветствует тебя ну что продолжаем унижать соперников здесь вот у нас квест да по дороге я думаю стоит выполнить фокусирующие кристаллы по провинциям давай глянем что у нас тут зал прием в 19 ходов это надолго да но пускай строится тут мы можем присоединить провинцию пойдем к розовому да здесь мы все равно тебя уничтожим потом и захватим провинция а вот здесь допустим источник ресурсов присутствует вопрос только в лесопилку или ферму построить ферма довольно таки мало дает что у нас тут по строительству если посмотреть нам надо портала да у нас не хватает для усиления по склепам ничь усиление никаких нету гильдия фермеров кстати эта тема до лесопилка надо лесопилки у нас 2 городской центр кстати вот берсерков 3 уровня я бы построил наверное следующий ход ну что строим лесопилки тогда чтобы усилить да получается гильдию фермеров у меня единственный вопрос кто знает вот усиленно и что это дает усиление что-то снижает его стоимость на 30 процентов но в принципе лесопилки нам нужны до одно мы строим здесь отлично готова смотрим что тут у нас есть у нас есть 160 авторитета повышенная чувствительность воины город плюс 3 к обнаружению такое себе вспоминаем что мы можем взять плюс 2 к пище да ну-ка давай посмотрим по рекам кстати реки вот у нас река да идет через все наши провинции в принципе это крутая тема тут у нас убийство героя но это следующий ход воина ранга 1 или 2 мне не надо а здесь грабеж но мы пока что не грабим плюс 3 неплохо строительство дорог это мы потом да давай берем тогда получается вот плюс 2 к пище будут быстрее наши развиваться города у нас река просто идет через все наши города здесь мы убили уже ребят поэтому можно спокойно возвращаться к нашим друзьям да они хотят получить люлей город мы к сожалению напасть не можем до до того пока мы не пробьем брешь даже с учетом что здесь никого нету мы это сделать не можем по чарам получается это наших прокачали разведчиков и новые книги у нас появились уже 2 ранга кстати естественно пойдем в хаос книга буйство что у нас тут 30 процент боевому опыту но у нас об тоже хватает воин поддержки можем кастовая да это интересная тема опять же прокачивание наших воинов но пока что наверное нет плюс так начале сражения получаем 10 боевого духа да а у наших противниках он снижается но неплохая тема но такое си несначительная трансформация народа будет народ охвачен неистовством и получит плюс 50 процент боевому духу но я хочу наверно скальт это все-таки третьего уровня персонаж да а здесь вот греблин 3 уровня ты у нас кто ты у нас был застрельщик да а нет ты 2 ранга нет просто тут три написано это наверное заклинание 3 уровня я выберу эту книгу будем надеяться что нам выпадет сразу же до скальт отлично давай берем а вам а тут тут нам надо ломать черепа до прокачивать 333 не слишком рискованно давай автобитвы попробуем зарешать все выжили в принципе окей чтобы время не тратить освободили маму да по пруд покоя делимся что у нас по подземному проходу тут до мудрости вы кто нейтральный города что у нас с вами тут принципе неплохая тема до вас вас даже нету человека кто вами владеет возможно мы к вам потом принесем шепчущий камень но это будет и сейчас тут у нас уже розовые до подпирают через тебя бы пройти к оранжевым но мы никак это не можем сделать поэтому наверно пойдем назад главное чтобы по своей территории а нет давай подожди блин уже походил ну ладно все равно мы хилимся нам надо вот это чудо захватить до внутри черепа мы можем там урвать очень неплохо а это что давай здесь зачистим ребята ладно пойдем наверх тогда все здесь походили здесь у нас следующий ход да будет в с тут ждем одного хода пруд покоя что за пруд покоя кстати смотрите у нас уже есть плод с ребра уста да и радужный клевер нам остался бы получать быстренько и у нас будет эффект от коллекции плюс здесь к авторитету где его взять непонятно только но будем разбираться также и астральная роса у нас здесь получим еще если найдем любом случае здесь пока что просто гуляем была захвачена но это да вот эту провинцию он захватил но мы просто уничтожим тебя и все окей посмотрим здесь почему что произошло разбить улучшение ага он стал вассалом до вот этого города окей но ничего страшного у нас тут и был вариант да мы можем шепчущий камень сюда отдать ого крупная логово до 5 3 но это жестко тут их зажали серьезно да ребят будем помогать кстати можем сейчас помочь до принципе пройти здесь убить раз если что-то еще какие-то бонусы не видно налогово чудовище мы конечно же не осилим так что лучше пойдем здесь уничтожим прокачаемся опять же находимся в границах чтобы хилиться хочу чекнуть вторые первые вторые первые вторые но халява здесь теперь мы захватываем сделаем вассальным да этот город пускай он нам приносит плюшки всякие разные ну и идем нашему другу кстати ошибка да я аж похилиться мог это теперь наша дружественная армия давай вернемся кем можем а мы никем не можем до вернуться беда здесь убиваем чужие владения мне вообще пофигу но почему мы не напали что нам надо сделать фокусирующие кристаллы а это просто да я понял окей тогда идем дальше нам надо эту территорию будет захватить магический материал ладно сейчас подойдем поговорим пообщаемся присоединить можем также территорию что нам здесь надо у нас два портала зал приемов блин три лесопилки строится у нас всего одна но нам надо нам нужно конечно же пастбище рыбный пром промысел плюс 7 до дает а ферма плюс 20 плюс тут пастбище да ну соответственно получим плюс 30 также за берем эту территорию на будущее через сколько через у 4 хода у нас опять будет увеличение как раз отожмем эту территорию так возвращен я уже понял переговоры прошли успешно но не совсем да мы не так уж сильно отличаемся во всяком случае ваши действия мне определенно по нраву давай оборонительный пакт заключим хочешь стоимость что там до 1 наш союзник какие у нас еще открытые границы давай тоже и что еще мы можем это наблюдение до показывает известной им области давай отлично если еще какой-то вариант признание правда но не это я не хочу по предметам и что-нибудь интересного есть так радужный клевер и пруд покоя да у него есть а что мне надо давай глянем вроде там что-то как раз то что мне нужно было астральная роса быстряненько нет все не то радужный клевер у нас уже и так есть окей осудил нас кто-то ну это ты зря делаешь звездная пристань стал вассалом отлично сетхейм интегрировать мы не будем он не так устраивает отметить все как известные что мы тут можем вроде ничего мы не можем а здесь можем до связь тени магического происхождения на 20 процентов неплохо на самом деле сколько мы тратим на воинов доход доход содержание 45 20 процентов это одна пятая где-то 9 манны но дороговато здесь мы все построили да то есть прикидываем я хочу построить берсерков и 1 шамана я бы построил тут у нас ничего не строим просто увеличиваем до провинцию постепенно идем вниз источник юности наш захватим его в следующий ход почему показано что как будто мы можем опять туда войти разве туда не там не был давай проверим а хотя да я же собирался но так и не пошел окей тут у нас разве . до появилась ну вот здесь вот пройдем хотя наверно лучше на море ты давай помогать будешь конец хода проблема у нас не мне кажется вначале надо разобраться вот с этим товарищем здесь я не похилился да это ошибка естественно большая давай закидываем вначале смотрим кого надо похилить отправляем их лечиться а тут начинается война у нас там миллион претензий то есть минус пятьдесят на двадцать ходов мировоззрение десяточка союзник сердцем так секундочку а почему у нас вот этот еще не союзник или он через два хода до через один ход тогда может подождать ход а то мы сейчас ним еще отношения испортим наверное я вода зайду на территорию ход подожду все таки sky все до лечится как раз ты подтянешься что у нас за сообщение акреоном да а кто у нас акреон был подземный акреон с креона у меня хорошее отношение до 150 хоть он и добро наверное я пожалуй откажусь от заманчивого предложения оборонительный пакт розовый заключил с кем с чертог молота да это не тот с кем мы собираем мы с кротом начинаем хотим воевать так что в принципе нормально так как креон сблизиться сердцем до судить новый договор а что мы можем колдовскую связь пока что не буду я наверно потому что наш союзник с ним воюет где он находится он где-то далеко находится он вообще под землей находится или нет он где-то не вижу его вообще а вот здесь он да то есть они друг с другом воюет принципе не буду я в их войну влезать пускай они там разбираются между собой окей ладно погнали дальше прыгаем в корабль здесь будем врываться естественно надо было похилиться но ладно исследуем претензии нам пофигу и здесь у нас чего же вы после тяга долгой дороги булькающие воды источника юности а так и манят регалию санка сенту и ее воинов в мирном журчание ручья будто слышится игривый смех чего же вы ждете раздается приятный соблазнительный голос за которым следует взрыв веселого смеха в водах источника резвятся прекрасные они приветливо вас манят стараясь заслонить собой безжизненные тела лежащие на дне водоема присоединяйте же скорее искупайтесь с нами взывает с явным нетерпением и зовут регалию искупаться вместе с ними когда она подходит поближе улыбки на лицах купальщиц становятся хищными скорее к нам оставь сомнение прочь но это ловушка да то есть что у нас тут два варианта просто напасть да или же присыл предстоящем сражении действует эффект отведи взгляд все атакующие страдают от эффекта слепота но вместе с ним получается способность не восприимчивость к соблазнению до конца боя ну с учетом того против кого мы деремся я думаю не восприимчивость к соблазнению будет неплохо давай нападаем они послабее нас ману возможно давай использовать победа все живы я думаю годится и смотрим регалия сан к сенсу блин я язык сломаю один день с победой выходит из источника юности и тут перед ней появляется последняя нимфа я что пропустила все веселье кокетливо спрашивает она поднимая руки эти ведьмы давно заманивать сюда людей чтобы утопить их забавы ради продолжает она как-то раз они и меня утопить пытались а потом просто выгнали нимфа делает паузу тщательно подбирая слова хорошо что их больше нет я совсем не такая как они мне всегда хотелось уйти отсюда покинуть источник юности увидеть мир а вовсе не топить всех подряд она тепло улыбается нашему герою моя героиня вы мне нечего вам предложить кроме моей благодарности теперь источник принадлежит вам так и что тут нам какие бонусы 232 золота дают до 314 единиц пищи и население мы увеличим на 1 или получаем нимфу нимфа 3 ранга на секундочку до может соблазнить и вылечить но я думаю берем нимфу отлично здесь на самом деле я бы что у нас поиск о мы можем присоединить до сразу источник замечательно присоединяем потому что он кучу бонусов дает замечательно что ты там нам даешь да то есть выполняет функции фермы плюс 5 к авторитету стабильный зарыбный промысел фермы а во владении города но нас фермы будут пределах восстанавливать 30 здоровья отлично то есть мы просто лечимся кого мы здесь выгоним фурия у нас тут уже 2 ранга да кстати у нас тут серьезная тема проблема только с танкователем кем танковать нас очень много стрелков соответственно здесь бы я вот сразу чтобы пока не забыл построим а у нас нету бойцов до 2 ранга у нас или стрелки или лекаре но в любом случае кого-то надо выгнать урия как-то медленно ходит но это из наших войск давай тебя я выгоню здесь поставлю вот таким образом и мы пойдем наверх ты просто сзади больше идти присоединишься вот этим ребятам до перебежать мы не можем пока что на территории поэтому стоим улыбаемся здесь вы просто стойте ты пропускаешь ход здесь мы лечимся пропускаем ход тут и так же восстанавливаешься ну и тобой вот с чётом что мы ильнулись да тут все еще один ход ждать надо стоим ты давай сюда идешь вы лечитесь отлично все пропускаем ход смотрим возвращаемся ну что тут у нас есть хорошие новости отлично даем камень сразу сделаем тебя вассалом конечно ты немножко расстроен да что мы тебя вассализировали но а кому сейчас легко с другой стороны правильно по торговле что у нас тут есть очень все дорого а ты у нас с тобой у нас хорошие до отношения но все доигрался тут дружок пирожок давай сейчас я с ним поговорю война два вассальных ну отлично да чтобы не испортить отношения с вассалом поэтому мы чуть-чуть подождали что ж жека хруст костей сквозь зубы цедит он если вы хотите войны вы ее получите оружие тут у нас загрустили да парочку ребят давай до встречи я до тебя доберусь сразу же врываемся если я смогу выбрать прежде чем атаковать надо его взять в осаду давай осадные проекты добавляем или нет без подготовки мы штурмовать не будем хотя тут вроде никого нету да осаждаюсь получаю 20 единиц урона просто тут защитников нет давай проверим а можно убрать да вот так все равно 22 хода нам надо ждать окей сколько у нас денег денег у нас есть 20 единиц физического урона получат защитники но их пока что не видно в любом случае это мы выберем во время появления бреши пока что смысла в этом нет также подводим второго героя здесь кроме тебя подводим ребят и ты бежишь да как-то так тут у нас построилась они от зала приемов не построились блин ну 30 процентов на самом деле да ну ладно ждем очень долго из войск кого можем скальдо можем построить давай строим ты у нас кто вообще я не смотрел можешь ли ты конвертироваться в кого-то посерьезнее не можешь да но а это поддержка вот знак нарисован надо будет реструктуризировать нашу армию тоже дата у нас тут все подряд вообще то есть нам нужна одна поддержка там два воина два лучника что ты такое или один воин ну то есть герой плюс воин герой плюс воин и 3 лучником что-то типа в таком стиле если смысл вниз эти вопрос наверное нету скальт построили отлично но изучили буйство бойни получает 30 процентов в течение трех ходов это конечно круто стрелок повелитель гонщик уровень навыка 1 стрелок 2 ранга да ну давай стрелка изучим это это наша раса до точно не призыв дальше что тут не стоит попросу сотрясать воздух да но сейчас я с тобой поговорю ваши действия свидетельствуют они малой мудрости хорошо что наши судьбы оказались связаны вот с вами я бы заключил какие-нибудь еще дорогие договоры да допустим оборонительный пакт ты под землей да то есть ты мне мешать не будешь особо союз у нас что там рассматривать пока что не готов давай откроем границы в лучшем отношении что еще наблюдение это очень важно да мы сейчас он раскроет подземный мир конечно я ему раскрою больше признание прав не надо что ты можешь ты тут в принципе зажат внутри а ты очень слабый вообще тебя что один город что ли подземный проход здесь и он прямо на форт поздно ну ладно вот эти ребята мне не нравились в принципе мы их заберем потом вместе с розовыми вассальный город благосклонность минус 32 и что это тут все хорошо кузнечный молода что мы там получили в очередной раз два радушных клевера но опять у нас пока что ничего не совпадает из того что она надо нам надо быстрянка астральная роса форсирующие кристаллы да давай глянем по нашим союзникам если у них что-то из этого у тебя нету у тебя что есть клевер пруд покоя опять не то что нам надо остальные вряд ли нам что-то предложат до ману манна мне не нужно вот рыжая еще пока что не не в обиде на нас сильно но тоже ничего нет окей я понял тут стоим вот на эту клетку встаем будем инициализировать до следующих вот все получается ждешь плывешь 32 ход погнали провинция на которую вы претендуете была захвачена опять до рыжий прям борзеет давай посмотрим на его войска второго уровня в принципе мы можем и на рыжего напасть это кто у нас это наш союзник да да порт пост сможем уничтожить я думаю мы осилим с двух сторон потому что они выглядят он сильным очень а кстати вот это вот беда да типа он не на моей территории он на моей территории а нет ни на моей но в те в теории может стать и на моей давай прикинем о ее объявить войну подожди я хотел силу посмотреть нашу союзники присоединяться да то есть сейчас хороший момент убить тут нету этих у него него нету получается героев и мы убиваем 12 юнитов я думаю стоит напасть будем на два фронта воевать почему нет давай войну понеслась все до встречи и врываемся сразу же здесь союзниками ник а кстати вот смотрите у нас же тут еще построился товарищ его тоже надо прихватить 2 уровня сразу же построить чтобы не забыть башня магов да то есть шпиль это все не то тут у нас денег не хватает что-то на золото бы построить это авторитет вот монетный двор до плюс 20 к золоту давай построим он как раз усилен а здесь бы я берсерк наконец-то третьего уровня у нас появился это круто будут воина у нас третьего ранга но и захватить провинцию надо вопрос какую что у нас здесь 74 сколько у нас сколько вообще стоит час что-то построить такое серьезное допустим 30 производства сколько нам здесь даст пять молотков то есть пять молотков это вообще меньше это пять процентов где-то чуть больше а пищу если мы получим еще это десяточка да а хорошая почва еще надо подумать конечно вот сюда надо идти до нам захватывать ну давай давай наверное здесь построим и сюда да две фермы будем разрастаться нам надо до 30 увеличить этот город сколько мы провинции уже захватили раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 то есть мы можем еще кучу захватывать и тут мы можем до захватить здесь вопрос магическую да вот эту типу провинцию мы захватываем и к сожалению здесь фермы нет да то есть у нас здесь или лесопилка 43 или 25 25 то есть и там и там семерку мы получим то есть 4 3 10 10 или 25 10 10 ну молотков у нас меньше то есть давай все таки наверное 25 плюс у нас нету каменоломня замечательно тут ничего не строим потому что нам нужно пища отлично сразу же здесь проверим можем ли мы здесь не можем но все врываемся тогда серьезная битва сразу же убьем 1300 давай посмотрим о авто битве в начале что будет без магии будет тяжело наверное да жестко естественно меня это не устраивает ну что у нас тут союзник да хорошие новости нету героя плохое плохие новости их очень много и наш союзник будет ломиться вперед а шпали то есть если он ломится вперед соответственно мы тоже на максимум бежим будем думать как быть что делать тесно соединяемся с нашими всеми ребятами так как где наш то есть здесь подходим чтобы получить от тебя баф да допустим регенерацию сразу на будущее ну и все вроде все стоят вперед смотрят единственно ты наверно сюда смотри копейщики очень жесткие ребята у них второй ранг до копье блин и прям я не знаю что с ними делать у них первый удар но у нас есть соблазнение да давай попробуем соблазнить кого-то не действует я тебя понял что мы можем мы можем здесь допустим оглушить да и получить 26 урона 26 урона получать них хочется в принципе если мы останемся стоять на месте да вот эти ребята сюда ворвутся и с фланга им дадут по щам то есть на месте мы оставаться не можем как быть непонятно клана пробуем все равно оглушить допустим да то есть мы оглушили одних или не оглушили оглушили мы вас или 10 процентов сработал оглушили замечательно героем допустим мы можем выехать сюда тут тебя сейчас расстреляем красиво где у нас 90 процентов я вначале надо вас подвести продать ястребов бы хотелось да то есть у нас ястребы в принципе самые бесполезные и хотя бы одного копеечка забрать но блин таким уроном конечно сюда на нас могут напасть да вот эти ребята ворваться ага вы не достаете а кто достает ну вроде никто не достает то есть теоретически мы можем вставать здесь до накидывать поджигать дальше дальше думаем 90 за страничками тоже бьем и у нас лучники остаются два выстрела хотелось бы сделать вот с этой позиции мы делаем два выстрела хотя бы чуть-чуть да их пробить теперь здесь на нападаем до получаем пятна что тоже не так больно ну и в целом вроде нормально единственно целебные корни до сюда вот кастуем сейчас он будет тоже получать по лицу мне кажется по нашим собакам будет пить более жестко но это интересно кстати да он ворвался значит замедлил пробужденный да тут это каста но вот 32 то есть какой-то урон сопернику наш точнее наш союзник на себя примет ну прям недолго да он как-то держит удар уже у него половина хп нет в целом нормально папа герой давай герой хорош 38 еще разок они это наш не главный герой он два раза не бьет так но тут думаем теперь то есть в принципе до 36 я бы ястребами добил то что я старую в принципе слабые до 14 фланга не ударит то есть давай я убиваем дальше здесь думаем о здесь фланга кстати можем неплохо жахнуть и не получим ответ тебя до тебя мы не трогаем вопрос здесь по кому жарить как полагается и чтобы по нам не зарядили еще с этой позиции да вроде как хорошая мысль со спины тут герой танчит этих воинов так что я думаю в принципе 16 урона легкий легкий мало тут не мешаешь здесь я бы все-таки сюда бил наверное 18 хотя ты мешаешь по большому вы куда смотрите да то есть я героем не могу до пойти ладно давайте все таки вот так убьем пробили защиту здесь допустим пробьем защиту вам и по вам будем сейчас лучниками стрелять 36 до так 14 ошибка наверно надо было с места двадцатку и здесь в принципе должны добить до добиваем что у нас по мани мани он от мана у нас много поэтому мы будем лечить тебя а здесь просто продолжаем и надо было естественно подойти чуть другое место 45 атака с фланга хорошо зашло и и просто тут у нас кто-то остался или все проходили на все проходили до союзник наш тут помирает почему он не бьет сюда получает несколько раз вот копейчик непонятно но в целом дело свое он сделал да то есть оттанковал меня как я стыд я стыду молодцы давно я хотел с ними попрощаться но они гружили верой и правду на но как говорится у нас уже герои третьего тира так что их время ушло вот эти ребята очень больно бьют конечно очень больно прям жестко джебошит по 20 урона это еще кстати надо изучать же да вот то есть прикидывать урон у них идет взрыв воздуха то есть это этот кружок это что тут же еще сопротивление разное то есть это скорее всего дух да если у меня что то что нет у чего нету иммунитету к духу да допустим тоже это все надо смотреть так ну что у нас тут скоро будет уже опять соблазнение да тебя надо убрать вот это этих всех ребят то есть надо подумать как быть скорее всего тут просто вот так атакуем здесь расстреливаем копейчиков и после чего убиваем вот этих лучников у нас 90 до но я бы чуть-чуть повыше бы поднялся о боже мой ну хватит как меня вот эта механика бесит а что надо постоянно переключать пробиваем ему броню боже мой второй раз ладно я с места ударю ну из-за этого короче косяки кругом надо вламываться героем хорошо крит залетел добили да здесь просто отходим всеми и надо только встать да правильно того я уже встать не могу тобой тоже не могу ну лишних получил вот здесь урона лишнего да и что мы удачу нам нужно наверное не берсерк удачу да на следующий ход пускай подходит раз два три четыре шесть человек осталось ой ребята свалили это хорошо вас мы заберем нормально держим удар далеко стреляют так вы уже все отвоевались просто уходить здесь на 35 до у нас будет фланга бы ему вжарить 47 47 маловато так нам надо соблазнить до кого-нибудь кого соблазнить 49 60 60 я бы лучников нет давай воинов если воинов соблазняем то мы просто всех марчем отлично здесь вот теперь мы бьем в рукопашку да наверное больше урона мы нанесем чем чем так то есть так мы 20 наносим а в рукопашку 15 ну как бы очевидно я не прав вид еще прошел здесь они же от хилят до их то есть в принципе надо добивать отлично тут вас бьем раз да и потом бьем гонщины хорошо два крита прошло то есть мы еще здесь можем до ударить он просто ударить то есть пойти мы никуда не можем да у нас одно действие осталось вначале мы здесь такое теперь здесь просто объем ну и тут сюда наверно да будем стрелять просто потому что у нас тут 90 процентов а еще здесь можем выставить отлично все смотрим но это уже не жилет куда это он отходит что ли хорош здесь добираем можем кстати тоже выстрелить да с какой позиции наверное отсюда чтобы если что еще здесь пострелять потом хорош просто расстреливаем а если у нас какие то героя мы можем да ударить то есть в принципе тут фланг да атака с фланга тогда бьем таким образом а героя пойдем наверх ну в принципе окей можно и так не будем стрелять гончая долетает да здесь поджигает давай ты тоже джи бош добегает ли ага здесь огонь тогда подожди секунду ну здесь допустим мы опять же в рукопашку убьем чтобы лучников подвести пострелять по вот этим да сколько у нас тут одна да вот два раза стреляем кстати может быть останутся у нас эти ребята да которых мы переманили это было бы прикольно но неплохо да выжили потеряли ястреба на что я был готов потратить за такой бой 1 2 3 4 5 6 до 12 12 воинов из них 1 2 3 4 5 6 7 2 ранга я считаю это очень круто миллион ресурсов получили миллион ресурсов получили и мы остались остались ли мы на своей территории нет да то есть неплохо бы вернуться давай хоть кого-то заведем вы допустим да добегаете идите лечитесь в целом неплохо у него еще кстати да два героя есть так что ничего страшного что одного он потерял так теперь ваш армия нарушать чужие границы это что у нас а а это союзник да поэтому союзник это этот следопыт что тут тоже вторые уровни в принципе халявы здесь давай просто отойдем следопыт конечно сильно не как говорится игры не сделать но все равно это юнит можно его продать подороже так тут теперь нам нужен берсерк 3 ранг что у нас здесь первобытный знак до застрельщики войны то что у нас было за магия 8 единиц урона ну давай сделаем один вход дан это на всех наших юнитов сколько мы будем тратить содержание 2 то есть у нас 1 3 4 7 7 на 2 14 у нас 58 заход а ну окей годится дальше тут нас кто-то оскорбил ты умрешь осудил кто-то да а но это блин подземный рыжую да ну блин то я сейчас разбираю другие правитель разрывать свой оборонительный пакт то есть я на него на пол это такой слушай старый наверное я не буду с тобой защищаться за то есть вместе тебе помогать но молодцы кстати это правильно новый сбор о сбор сеньоров мы можем взять фейки появились наверное фейку какой-нибудь я бы взял что тут фея получается весны был это кто это все поддержка наверно поддержка маг поддержка но я бы мага взял да то есть принципе я три могу взять но у меня столько денег нет но это надо подумать это надо поторговать это надо поторговать даст нашими союзниками допустим войне мы тебя призывать не будем могу те что-нибудь продать щит холода допустим сфера яда до тяжелый арбалет начале конечно надо глянуть наших героев могу ли я ему что-то там покруче дать но этот опор у нас крутой да то есть на 3 ранг у нас все 2 ранга здесь голова тут плюс 2 защиты 10 ага вот так меняем ничего щит холода тех атак ближнем бою получает урон от холода а тут кровотечение атакующим ближнем бою так кровотечение я это не видел так что возможно все таки лучше вот этот все ты нормальный дальше смотрим тебя сфера яда первого у нас здесь рейтинг больше ничего не можешь одеть и ты ты вообще двуруч у тебя двуруч второй урок да сколько у тебя 29 но это лучше чем это потому что ударим выход и не может на коне до скакать да вот пропадает поэтому оставляем молот сажаем тебя без разницы на кого и проверяем что мы ничего больше одеть не можем а мы можем уровень кстати поднять первобытный знак не мы качаем боевую магию естественно энергетический сигмологический всегда плюс урону да до конца следующих хода непонятный перевод плюс здесь к точности я возьму и игнорирование одного сопротивления ну и все и можем спокойно тогда продавать все лишнее давай я тебе продам допустим щипастый щит я тебе продам кожаные доспехи блин манны хочется тоже взять тут слишком много манна он дает давай я тебе еще продам тяжелый арбалет что еще я могу те впарить клинок вихря погибель великана вот эту булаву ага у тебя закончились деньги да я так понимаю ладно идем к следующему так щипастый щит еще один у меня есть давай мне золото еще у меня есть предмет великанов погибель давайте тоже парю 89 манну тогда дадим отлично манна у нас теперь много денег тоже есть немножко и можем нанять всех феек раз два три триста пятнадцать два хода третий ранг поддержка боевой маг поддержка да все замечательно комплимент нам сделали да наш друг спасибо еще нам сделал этот комплимент оборонительный пакт а это наш союзник до заключил такое себя на самом деле учета бузит рыжая эликсир по я собрал смотри эликсир космических потоков да у нас плюс 10 круто это хорошо где-то посмотреть вопрос у меня дата сергей пилот и пруд покоя да здесь 2 и требуется указание указания простые до что тут у нас казани надо собраться пучку и дать люлей 2 подходишь так а тебе вы полечиться вообще да вот стояла ты на этой территории единственная проблема что ее не достает да если нападут мне кажется хватит пока что и 12 воинов а следующий ход она уже захилится давай на всякий случай на свою территорию да то есть я не знаю лечится ли она на территорию нашего сюзерена идея должна но и в итоге все как обычно да мы не дошли так ну что тогда заходим кем можем требуется указание вы стоите тут плывем изучаем моря так и тут тоже хилимся смотрим следующий ход так породистые скакуны нам что-то хотят сказать предводительница гица гита из серхейма очень интересуется вашим верховным животным великий вождь ваша вызвать сдавая костяная виверна отличается поразительной грацией силы несчастью мой верный волк недавно получил серьезную рану мне больше не доведется мчаться в битву верхом на ней и теперь я смиренно прошу вас рассмотреть возможность крестить наших замечательных животных если использовать выше волшебство гадир от них родится великолепное потомство которое принесет серхейму немалую славу просит ваше разрешение скрестить ее верховное животное с вашей издовой костевой виверной так что тут можем золото получить да вы получаете новое неизвестное издовое животное ну кстати интересно или вы теряете просто отношения давай за рандомим попробуем посмотрим захватил одну из провинции на которой вы претендуете да тут он смотри бузит некрасиво что у нас получилось где наш герой так здесь да вот но у меня осталось и верно паук вампир 3 ранг а ты какой ты 2 так что ты можешь наносит урон кровотечение может обездвижить ой восстанавливать 10 единиц колючь это колючая сеть ну давай точно паук вампира берем да а виверну мы наверное отдадим вот сюда тебе потому что сейчас тут намечается замес да то есть смотрите опять три вторых три первых два вторых два первых и тут но слабенько конечно наверное просто будем их принимать надо только грамотно расставиться вот обязательно на нашей территории будем бой принимать 3 2 то есть вас мы переводим отсюда что мы убираем война и сюда пойдешь или суппорта нет здесь суппорт у нас есть уже два воина сейчас я нападать не буду я у нас через вот три феи 3 уровня появится и тогда мы как говорится в жухнем как полагается 10 человек против 16 на самом деле может даже стоит отойти дождаться виден да давай отойдем наверное потому что все таки перевес такой серьезный получается следующий ход уже нападем они возможно сюда нападут потеряют юнитов так и тут у нас мы можем выбрать до рудник естественно забираем что это у нас это у нас исследовательская станция нужна ли нам она вообще эта станция исследовательская давай глянем лесопилки лавки всякие вроде ни на что она не требуется часовня каменолом не до нужна здесь каменолом не я тут построить могу башня дозорных можно захватить до мне сейчас на нужно каменолом не в первую очередь давай здесь тогда построим у нас довольно слабо так на эту провинцию претензии получит вот к войне свободный город акреон но тебя если что мы убьем да то есть я пытаюсь захватить как можно больше территории залара заранее до чтобы он сюда ко мне не лес канцлу строится наверх дальше стены проломлены мы можем нападать тут подтянул да он ребят получается четыре вторых третьего до достанет ли он ам кстати он не достает этих соответственно . хорошо мы сейчас десяточку заберем а следующий ход доберем вот эту шестерку до город просто разрушим погнали но давай посмотрим автобитва как пройдет никто не погиб да но мне нравится то есть но разрушать кто будет стоим улыбаемся торговое предложение ты что хочешь ты хочешь колдовскую связь ладно в принципе пока что на верное окей да потому что у нас тут 22 битвы сейчас идет и так мне не до него факт заключил оборонительный с этим чуваком но такое себе мне кажется первобытный знак накладываем получаем яда отлично и новый уровень у нас кач что ткач делает все способности снова использовать способности действует один раз бою наверное нет а вот дальность магических атак я уже давно хотел тут у нас что-то интересно плюс 500 наема наверное рановато разрушение чужого города увеличивает население одного из ваших на один за каждые три единиц населения а мы сейчас как раз и разрушать и будем города прям во время только как разрушить давай 600 получаем и разрушаем повелите и гончу до завершено исследование стрелок но это уже второй уровень как говорится уже не хочется книга книга охватить не уисла получить плюс 50 боевому духу от всех источников в принципе да тема тут стоим получается да мы разрушаем город тут давай сюда сплаваем как-нибудь красиво откроем вот эту территорию здесь я не думаю что мы найдем что-то но просто посмотрим и здесь тоже получается ждем нападение на нас сейчас будет нападать 664 да то есть 1216 и возможно еще и розовый на нас нападет всем мы на всем уничтожаем получаем 2 единицы людей да в шактон получится 11 человек будет 12 почти рогозубь догоним здесь все строится да тут тоже надо развиваться сейчас нам будет эту территорию захватывать чтобы он нас тут не зажал но тебя мы будем тоже уничтожать ладно конец хода погнали отходят смотри-ка ребята сваливают поняли что ничего не светит потопили наш нашего разведчика к сожалению но в принципе он мне уже особо и не нужен был тридцать шестой день да у нас тут славная битва будет к сожалению мы не достаем вот этих ребят хотя выглядит как будто они должны присоединиться на а вы кто такие можно по дороге в а это это свои лишь да но у нас смотрите фейки появились то есть сейчас мы фейк добавляем в армию уберем по дороге вот этих этих ребят и ворвемся до сюда в общем битва будет интересно но уже в следующей серии да здесь они отошли следующей серии мы разрушаем город захватываем вот эту провинцию возможно убиваем ясень но тут три черепа то есть очень не просто непростая задача будет и как-то вот этот алтарь стихий но тоже три черепа так что чтоб такой экшен не пропустить давайте-ка подписывайтесь лайкосик нажимаем и уже увидимся скоро а скорее всего завтра до скорых встреч до свидания а